А вы верите, что психолог может построить свою работу с помощью обычных лоскутков? Я Юлия Станиславовна Калашникова, педагог-психолог детского сада «Сказка», поселка Новая Бухтарма, района Алтай, Восточно-Казахстанской области. Хочу рассказать вам, как мы используем в своей работе элементы народной педагогики «Лоскутное шитье» и как это помогает нам в работе с детьми. Путь ребенка в детском саду начинается с адаптации. Моя задача как психолога – помочь детям раннего возраста преодолеть стрессовые состояния в период адаптации в дошкольном учреждении. Оказывать квалифицированную помощь родителям в период подготовки и привыкания ребенка к дошкольному учреждению. Проводить консультацию для педагогов, способность к активному социальному взаимодействию с родителями. У детей раннего возраста плохо развит хватательный рефлекс. Из-за этого у ребенка появляется неуверенность в себе. Тут возникает вопрос, как можно помочь ребенку. В нашем детском саду «Сказка» поселился замечательный мяч Токани. Придумал его японский Монте-Сори-педагог по фамилии Токани для того, чтобы помогать детям расти ловкими и лучше развиваться физически. А создавался он очень просто. Помогли нам в этом волшебные лоскутки. Провела мастер-класс с родителями и педагогами. Мячики получились у всех разные по цвету. Дети в группах и на занятиях по физической культуре охотно играли в них. Во время игры в мяч ребенок чувствовал уверенность в том, что он снова и снова поймает его. А дальше больше. В детском саду «Сказка» развернулась целая мастерская – лоскутная мозаика. Педагоги заинтересовались народной техникой. На помощь в сборе лоскутков были привлечены родители. Детям было задано задание на дом – попросить родных принести в садик лоскутки ткани. Так у нас стали появляться коврики в уголке уединения, где ребенок может побыть наедине с собой и успокоиться. Настольные игры на развитие внимания, мышления, памяти. Сюжетные картины в японской технике киунсайга, что способствует развитию художественно-эстетического вкуса. Стали появляться игрушки на развитие мелкой моторики для самых маленьких. Появились игрушки-курочки на формирование правильной осанки у детей. Детям очень понравилось это занятие. Мячики-такани на формирование двигательных и физических навыков у детей. И самая полюбившаяся игра для детей – интуиция. Лоскутки одного размера, но разных цветов. Лоскутки лежат перед ребенком по две штуки. Я настраиваю ребенка, объясняв, что он должен не просто угадать, а попытаться почувствовать, что на обороте. Удивительно, но у детей, в отличие от взрослых, процент ошибок минимален. Ребенок полагается не только на логику, знание и опыт, но и на свою интуицию, которая может не раз выручить его в сложных жизненных ситуациях. Восприятие цвета. Игра предназначена на группу детей. Ребенок в начале и в конце занятия выбирает себе лоскуток, соответствующий его настроению. Поясняет, почему он выбрал такие цвета. Для меня, как для психолога, было открытием, что с помощью лоскутков можно объединить всех участников педагогического процесса – педагогов, детей и их родителей. В рамках программы «Рухани Жангару» мы знакомим детей с декоративно-прикладным искусством кочевого народа. Изучая лоскутную технику, дети познакомились не только с волшебными лоскутками, но и с историей возникновения лоскутного шутья. Издавна на территории Казахстана процветало ремесло «Курак-Курпе». «Курак-Курпе» – это скрепление семьи, соединение неразрывное целое. Проводя диагностику в конце года, я была приятно удивлена, что все те параметры, по которым я отслеживаю развитие детей – восприятие, мышление, память, внимание, воображение – нашли отображение в работе с обычными лоскутками, которые всегда под рукой и не требуют материальных затрат. А вы применяете в своей работе лоскутки? Если нет, тогда начните! Лоскутки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok